Лично сейчас. Уже вылечился. Сейчас в легкие тренировки уедем. После Рамадана мы начнем тренировки на 100%. Слух прошел, что в июле можете с Нилом Мэгни подраться. Насколько это близко к истине? Я не знаю. Слух и слух, но пока что ничего не ясно. Посмотрим, как получится. Если он готов, если я готов, почему и нет. Недавно так получилось, что шокировали всех самым постом в инстаграме о завершении карьеры. Можете вспомнить этот момент? Допустим, несколько дней перед ним и что к этому привело? Какое было состояние и как вы прожили эти дни? Это были эмоциональные слова. Потому что два месяца я болел, не выздоравливался. Долго болел, и поэтому я уже сколько раз за интервью такое завел. Просто болел, стресс был. И из-за того, что не могу драться, не могу тренироваться. Поэтому такие слова были. Но там не было такого, что я дал слово, типа я завершил все карьеру. Я сказал, может, для меня это все. Ну, можно и все, может и все. Не знаю, мы не знаем, что Всевышний нам приготовил. Посмотрим, может, я завтра умру. Если может, да, что-то случится с моим соперником, табильной судьбой. Не знаю. Все по суповолю Всевышний получится, как получится. Слышали от одного из ваших менеджеров историю о том, как вас забрало скорое, и там проскользнули такие слова, что-то вроде «Хамзат чуть было не умер». Вот можете про эту историю рассказать? Как там на самом деле все было? Ну, как они страдали, так и было. Просто я не хотел, я не хотел даже, что они об этом говорили. Просто то, что сказано, уже сказано, что поделать. Но было такое ситуацию, люди умирают из-за этой болезни. Я не умер пока что. Тут, к сожалению, для моих соперников. Дэн Уайт рассказывал, что у него с вами разговор состоялся, который, как я понимаю, в какой-то степени повлиял на то, что вы поменяли свое решение. Вот можете чуть поподробнее рассказать про этот разговор, что там было, о чем пообщались? Ну, не было такого особенного разговора. Сказал, что я вернулся. Но они были рады. Не было такого большого разговора. Но так сказал, вернулся, у меня контракт есть. Все четко, сейчас вернемся и подеремся. Вас пригласили в Вегас после того, как возникли эти проблемы со здоровьем. Из Вегаса вы решили в Грозный улететь. Вот с чем это решение связано? В Вегасе, вроде, по идее, тоже там с медициной все хорошо? Ну, вроде медицина хорошо. Потом меня чуть-чуть не доставляли при этом тренироваться. Из-за этого, по-моему, они... Ну, раз я... Сперва хорошо сделал, но потом они начали мне... Ну, мне сказали, что могу тренироваться, и начали кардио делать сразу. Потом, в случае, ну, плохо себя почувствовал на тренировке, домой пошел и кашлял, там чуть... Кровь, 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 как сказать, не знаю, на русском. Чуть кровь вышла, когда кашлял. И из-за этого чуть в голове такая суета была. Поэтому, ну, можно сказать, я чуть испугался, не знаю, что у меня там, рак, не рак, или живу я, не живу, долго болею. Почему не проходит эта болезнь? Ну, и в голове всякое бывает. Еще ты один там в Лас-Вегасе пролетел, там, пытаешься вылечиться, а не можешь. Вот когда все-таки состоится ваше возвращение, вот ваши планы входят так же, как и до этого? Вы дрались там раз в две недели, грубо говоря, так же часто? Или там какой-то более умеренный график хотите взять? Да, не, если в форме, если ты тренируешься, зачем там ждать, там, два, три, четыре месяца? Если я в хорошей форме, если нет травм, почему каждую неделю можно ждать?